Рано или поздно вы захотите снимать фризлайз с человеком в кадре, и не важно где это будет происходить, на улице, либо в студии. Для эффективной и качественной работы вам понадобится вспышка, а может быть и несколько. Для иллюстрации этого урока мы будем использовать комплект студийных вспышек и внешнюю вспышку. В некоторых камерах есть еще встроенные вспышки, но их мы рекомендуем использовать в крайнем случае. Вместо них лучше использовать яркие фонарики, тем более что некоторые производители встраивают в них режим стробоскопа. Не стоит перечислять, какие схемы студийного освещения подходят для рисования фризлайта. Они подходят все. Единственное исключение, постарайтесь не выставлять схемы, при которых источник контрового света лупит прямо в кадр. Иначе он рискует пересветить и уничтожить всю вашу замечательную задумку. При обычной съемке модель стоит в слабом свете так называемых пилотов, которые подсвечивают ее до момента того, как прозвучит вспышка. И тогда, соответственно, модель фиксируется. В нашем случае этот слабый свет нам будет мешать, поэтому мы отключаем пилоты. Собираемся выключать полностью свет и запомним еще один момент. У меня в руках синхронизатор, обычно он садится вот сюда на горячий башмак, нажимается спуск затвора, после того, как камера перестает работать, звучат вспышки. Мы предпочитаем этот процесс разделить, поэтому мы снимаем этот синхронизатор с башмака и запускаем вспышки вручную, для того, чтобы максимально точно контролировать процесс, как я уже сказал. Вы обращали внимание, что человек, который рисует фризлайт, не остается в кадре. Все потому, что он быстро перемещается, он одет в темную одежду и не светит вонариком на сиделке. Все то же самое, но наоборот, необходимо для того, чтобы модель оставалась в кадре. Она должна быть одета в светлую одежду, не двигаться и должна быть освещена вспышками, чтобы обошли в фонарик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Процесс работы с внешней вспышкой по сути такой же. С одной только разницей, что такая вспышка не ставится на штатник, а управляется с рукой. То есть в процессе подлицовки кадра вы можете настроить необходимую мощность импульса, подобрать угол выстрела и подобрать такой рак, при котором модель, которая будет освещена такой вспышкой, будет наиболее удобной. Да, в следующем уроке мы расскажем о принципах создания фризлайт-анимации, поэтому постарайтесь набить руку на простых рисунках, для того, чтобы освоение анимации пошло у вас максимально быстро. Ну и, конечно, не забывайте оставлять комментарии к нашему ролику. И ставить лайк. И ставить лайк. Лайки. Лайки. Лайк. 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 Лайк.